Никого не удивить женщиной, которая носит погоны, которая наравне с мужчинами несет службу в армии. Но когда видишь в одном месте несколько десятков молодых девушек, облаченных в камуфляжную форму и лихо стреляющих с плеча, это зрелище не может оставить равнодушным. Уже в седьмой раз в Славянском районе в преддверии празднования 8 марта проходят соревнования по военно-прикладным видам спорта – защитницы Отечества. Среди девушек – военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края. За шесть лет проведения соревнований защитницы Отечества в спортивном зале электротехнологического техникума свои умения в военно-прикладных видах спорта показали более 600 девчонок из 100 команд Краснодарского края. На этот раз по состязации прибыли 16 команд из 8 муниципалитетов Кубани. Организаторы, в числе которых Кубань-Патриот-Центр, отмечают небывалый подъем интереса среди девушек к этим видам спорта. Девчонки очень активно участвуют в соревнованиях. Мне кажется, даже активнее мальчишек. Уже у нас, когда мы собираем команды на соревнования, у нас очень много желающих команд. Мы даже иногда приходится отсеивать, потому что спортзал не вмещает всех желающих. Поэтому очень активно участвуют во всех видах. Мероприятие началось с торжественного митинга. В преддверии Международного женского дня участниц соревнований поздравляли почетные гости. Сегодня соревнования проходят год, 75-летие освобождения нашей Кубани от немецко-фашистских захватчиков. И вот эти соревнования – это дань памяти и уважения нашим дедам и праведам, которые отстояли для нас с вами нашу независимость и нашу счастливую жизнь. Я уверен, что, дорогие девушки, вы не только будете домашним, семейным тылом, но если понадобится, вы их всегда защитите родину на передовой. Открыли соревнования члены клуба «Юный десантник» и воспитанницы военно-патриотического клуба пост номер один Тимошевского района. Их показательные выступления стали подарком всем женщинам и девушкам в преддверии 8 марта. На сегодняшний день в армию идёт служить немного женщин. Но, тем не менее, без представительниц прекрасного пола не обходится ни одна войсковая часть. Мужчины, конечно, сильный пол. Но есть ряд обязанностей, с которыми лучше справляются женщины, уверена военнослужащая контрактной службы сержант Ольга Токарева. Женщин, конечно, очень мало сейчас служит в армии, но в основном служат те, которым уже и по 15, и по 18, и по 25 лет в итоге. А молодых почему-то не приходят сейчас в армию. Но военные училища набирают, очень много набирают. У меня дочка в этом году поступает в военное училище. Да, в Тверское военное училище мы поступаем. Так что женщин набирают. А там, как посмотрим, как они в армию к нам будут приходить или нет. Но хотелось бы видеть побольше женщин в армии. Глядя на сосредоточенность и энтузиазм, с которым девочки прибыли на соревнования, уверенность в том, что у армии может быть женское лицо, только растёт. Твёрдой рукой они держат пневматическую винтовку и попадают точно в цель. Ловкость рук и никакого мошенничества, утверждают девушки, которым меньше минуты требуется на то, чтобы снарядить магазин 30 патронами. Кристине Деружинской из 18-й школы на это потребовалось 24 секунды. Этим видом спорта я занимаюсь где-то два года, так как у меня брат служит военным по контракту. И я тоже в дальнейшем хочу связать свою жизнь с военным делом. И мне нравится этим заниматься. Я очень много времени посвящаю сооружению магазина, автомата и стрельбе. И первая в школе. Свои навыки она, как и многие другие девочки, получила, посещая военизированную летнюю площадку, которую проводит Кубань-Патриот-Центр. Что вы успеете сделать за 17 секунд? А Дарья Петрова из клуба «Юный десантник» школы номер 5 за 16,32 секунды смогла успеть разобрать и собрать автомат. С этим результатом в личном первенстве Дарья заняла первое место. Я хотела в будущем поступить на правоохранительные органы. Я ничего не вижу до такого, потому что у нас сейчас больше девушек спортивных, чем мальчиков. Также в зачёт соревнований девочки сдавали нормы ГТО. И, конечно же, кроме личного первенства, участницам надо было показать командную работу в военизированной эстафете. Лучшими по итогам всех соревнований стали три команды из Славянского района. На первом месте – «Будущий воин», второе взяли девочки клуба «Патриот» из школы номер 18, третья – «Казачий класс» школы номер 48 в станице Черноярковской. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».